Завершается обустройство площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО в рабочем поселке Таврическое. Она возводится в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Летом здесь подготовили основание площадки, осенью начали установку тренажеров. Сейчас идет укладка резинового покрытия. Как началась работа, когда начали только машины ездить, люди начали спрашивать, что на стадионе строите. Всем было сказано, что это делается площадка ГТО для сдачи нормы и не только. Людям это интересно. Наш район спортивный. И очень удачное место подобрали, я считаю, что на базе центра тестирования ГТО. Теперь люди, которые приходят и хотят сдать тесты, на нашей базе можно комплексно практически все испытания сдать. В этом году в рамках реализации национального проекта «Демография» и направления его «Спорт. Норма жизни» реализуется приобретение в нашу область семи комплексов ГТО. Один из которых доставлен уже в полном объеме в Таврический район. Это покрытие и тренажеры. Очень хотелось бы отметить, что район своевременно подготовил основания для этой площадки. Я уверен, что создание такой площадки позволит улучшить качество приема нормативов и подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. Площадка ГТО в Таврическом дополнила спортивный комплекс стадиона имени 30-летия Победы, где уже имеется футбольное поле со зрительскими трибунами, беговая дорожка, хоккейная коробка, площадки для волейбола и городошного спорта. Еще один район в ближайшее время готовит создать площадку для выполнения нормативов всероссийского комплекса – Оконечниковский. Новый спортивный объект строят на стадионе «Юбилейный». Сейчас здесь монтируют тренажеры и укладывают резиновое покрытие. Но главным событием для местных спортсменов станет появление нового футбольного поля. Его укладка стала возможной также благодаря региональному проекту «Спорт. Норма жизни». Поле – это очень шикарное сооружение, которое будет в районе. По крайней мере, для многих видов спорта, для подготовки нашего районного вида спорта, лапта плюс футбол для развития данного вида спорта. То есть оно будет очень хорошим подспорьем для занятий физкультурой и спортом в районе. Решение было принято в прошлом году губернатором Омской области Александром Леонидовичем Бурковым в отношении Оконечниковского района, потому что команда района по лапте является многолетним победителем самых крупнейших соревнований и чемпионатов России, и Кубка России, а также у Оконечникова проходит всероссийский турнир по лапте. Но, естественно, площадкой является обычное стандартное футбольное поле для игры в лапту. Поэтому такое решение было принято в качестве поощрения команде Оконечниковского района. Стоит отметить, что Оконечникова готовится впервые принять областную сельскую спартакеаду. Королева спорта у нас ожидается в 2023 году по плану. Подготовка, как вы видите, уже ведется. Все это идет в рамках подготовки к данной королеве спорта. Приложим все силы, чтобы королева пошла на хорошем уровне, плюс с такими еще серьезными и хорошими объектами. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» в Омской области в прошлом году построили 14 площадок ГТО. В этом году запланировано оборудовать еще 7 подобных объектов. К концу 2024-го такие площадки будет иметь каждый район региона.